Так, ну чё, вы просто дали? Нет, отсюда будет нормально. Да, я, короче, сегодня на поисковом ванне. Первый мой тестер этого автомобиля. Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Ну, это такой короткий, чистый день по стояночке проводится. Ты ездил когда-нибудь? Куда-то, заднюю включаешь. Заднюю? Конечно. А чё, на одиночке? Да, ездил на мане. Нет, а надо на ходу. Это тебе не масло. Ну, включай, нет, это уже... Зачем? Вторую, зачем? Мы же едем. Да, вторая. Вот, всё, потихонечку. Третья? Ну да, третья. Ну, как тебе, Ман? Как ощущения? Пока никак. Как подвеска ведёт себя пустой машиной? Ты чё делал? Нет. Чё не так включаешь? Да нет, отщёлкни. Ты чё? Давай чё. Вправо сделай, вправо. Вправо сделай рычаг, да. Куда? Всё, теперь погнал, да. Теперь у тебя есть ещё четыре передачи. Нет, это я понял, что у меня есть ещё четыре передачи. А чё они рычаг могут передать? К рычагу надо привыкнуть. Какая же подвеска. Ну, подвеска мягкая передачная. Ну, вот, чересчур, да, мягкая? Всё, 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 нормально, мне кажется, уже. Классно. Вот так вот. Мы по стояночке катаемся. Вот. Масса стоит. Сейчас, я не передачу, сейчас меня там зайдет. Опять сейчас, в комментариях, на чайник не посадил. А чё, чё, педометр не работает? Да, он не работает. Не работает? Нет, вообще не работает. Суточник работает, всё, а стрелка потухла. О, Владимир. Владимир. Мы уже тут всех знаем. Можешь половинку включить, она будет гораздо медленнее ехать. Ну, слушай. Сейчас повышенная, да? Да, ты сидишь на нем, прям тебе надо как будто назад отодвинуться, потому что... Я тоже очень назад отодвинуться, потому что... Да, потому что... Тесно, видно, видно, что тесно. У тебя же вниз позиция, вверх, повышенная. Да, да, да. А, поэтому-то не рычали, не включались, да? Нет, это первая всегда, так, вернее, это... Первый. У тебя первый ряд всегда так? Да, да, да. Хорошо, давай, смотри, а если вот так вот... Синхронизатор. Куда же синхронизатор? Как тормоза? Тормоза хорошие. У меня просто такая схема, да, тоже. У меня рычат всегда, когда на повышенной, когда повышенной пытаюсь первый ряд включить, он всегда рычит. Вот сейчас ещё раз проверяю. Это задняя, да? Нет, почему я тут забываю, наверное, может быть. Вот. Вот это задняя, наверное. Это попалки. Как было? А она заколебала меня, надо её поменять. Или приплавить, или что-то с ней сделать. В общем, катаемся. Женя катается на мане. Ой, на мане, блин. Что ты, блин? Женя на мазе, да. Сейчас на мане катается. Нет, я только... Вот сейчас пошла. Ну что, господа, короче, прокатился я на мане на 194-м. Отвалился у него нахерный чар. Как он, блин? Мужика столетнего, да? Упал, махер. Всё, ума на упал. Кость, почему так? Почему отвалился рычаг? А потому что там за шлицов он слетает. А, ну это не я виноват? Нет, просто... Это случается, в последнее время это час и стало случаться. Ну, может, там что-то изменить надо? Надо там... Короче, надо там руки свои приложить. Тут, блин, куда ни плюнь, надо руки приложить. Давай, я тебе поснимаю. Фольга, кстати, да, вот надо вот, знаешь, чтобы было... Надо фольгу туда вот от этой оторвать, наверное. Блядь, у меня полк сморисляется. Но мы сделали вид, что никто не заметил, что у Костика шутается долго, да? Никто не знает, что здесь проблемы какие-то есть. Здесь всё чисто, здесь идеально чистая обшлепка. Слушайте, ребята, давайте... Вот, давайте сделаем, короче, такую фишку. Вот сейчас Костик же, он в Москву переезжает жить временно. И мы его, короче, будем гонять, если он не будет чинить машину. В плане как гонять? Прямо будем тебя прям пиздить, если ты чинить не будешь машину. Если ты будешь так же... Ну ты бредишь, да. Если ты будешь так же распиздяничать. Вот там мне руки приложить, тут приложить. Вот давай мы тебя будем хейтить, тебя не знаю там, что-нибудь делать, блядь. Если ты не будешь делать машину. Блядь, ну, может. Вот давай теперь пообещай своим подписчикам, что ты будешь каждые выходные... Вот ты же теперь у нас будешь на стоянке, наверное, стоять, да, с Петровичем договоришься? Вот, теперь будешь каждые выходные, как бы, показывать, что ты чинишь. Ну, это может быть не каждые выходные я буду чинить. Ну, практически каждые выходные, потому что я уже знаю, что ты будешь сейчас чинить. У тебя уже запчастей тут, нахуй, выше крыши. Ну, вот давай, чё? И вот у тебя будет как стимул, типа, чтобы подписчикам, ну, как бы, показать, что ты на самом деле не криворукий рукожоп, да, а нормальный малый, просто, блядь, как бы, мало зарабатывал, поэтому не всегда была возможность чинить машину. И не было нормальных советчиков. Теперь у тебя, вот, видишь, друг есть, как Дима, Америка, да, который, блядь, он дохуя знает на самом деле, он тебе дохуя может рассказать. Так что, чё, пойдём под машину, нахуй, загружаться, шлицы вставлять. Ты сам поснимаешь, да, как ты будешь шлицы вставлять? Ну, покажи, подписчикам не можешь показать, да, что вылетело? Могу, там сейчас светло, днём, всё, мы сейчас пойдём, покажем, всё расскажем. Я покажу, здесь письмо, короче. Временно берём проволочку. Два ключа надо на 19 нам. Вчера менял я трубку, вот эту, переходники делал, в общем, до двух ночи мучился. Так, всё, сейчас беру ключи и ныряю под машину. По ключи. Сейчас ещё молоток, да, кучу возьму. И пойдём нырять под машину. Так, залазить удобнее под неё, лучше с этой вот стороны. Так как здесь можно залезть. Заныриваем. И теперь я сейчас вам покажу, в чём была причина. В общем, если это будет видно, вот есть, вот видите, шлицы, это вот кулиса коробки. А это вот вторая часть, вернее, вот кулиса. А вот это вот, ну, она, видите, затянута до конца, но слетается шлицов. Сейчас нам надо это как-то исправить, это дело, в общем. Сейчас попробуем это всё исправить. Так, для начала нам надо её растянуть. Так, пока примерно её поставим сюда, чтобы вот просто раскрутить. Так, насколько здесь, я помню, на 17 был. Так, правда, подвазить здесь крайне неудобно. Ну, а, слетело. Смороч. Ну, подзабьём чуть-чуть. Теперь опять попытка. Ещё одна попытка. А, блин. Короче, ни хрена она не хочет. Попробуем отсюда. Сволочь. Всё, наши победили. Я его раскрутил, наконец-то. Сейчас нам надо туда вставить хотя бы что-то, чтобы держало. Думаю, упадёт вот эта вот проволока. Так. Так, 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 так. и потихонечку мы это дело забьем и думаю в двойном размере и установить вот так вот под загнуть вот так вот жень ну направляй тогда так как-то так держи так забиваем главное попасть лиц и так так звуя не ходить ладно попробуем с одним так так ее даже срубила в принципе это хорошо так ну-ка попробуй подергай так еще хорош 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 вот так вот а теперь все закручиваем константин ну вы рады что едете со мной в рейс что вам грузить будет расскажите про свой груз мой груз называется ВС 10 85 но внутри него пока не известный но я думаю это какой-то трансформатор трансформатор да вы видели куда у него вес есть даже да да 6500 какие ну это нормальный для вашей машины вес да ну у меня же 8-тоник ну и катушка да пойдет вам 6500 плюс 700 и того 7 есть да нормальный это нормально да да ну вы рады но вы теперь не дармовоз да . почему же у вас это этот рейс ставочка сколько вы же любите говорить сколько рублей за километр сколько у вас ставочка за километр рублей за километр да я не знаю наверно около 40 на τα около 40 да это без нулевого пробега это чистый да с грузом получается пять дам думайте сами кто дармовоз а кто нет ну по 40 рублей единочка километра я думаю я это вряд ли дармовозом назовут. У меня лицо, наверное, сейчас грязное. Да нет, нормальное лицо. Так у дальнобойщика. Ну, у дальнобойщика лицо чистое, а руки грязные. Так, сейчас грузить. Как-то у нее есть правильное название, я просто не помню. Я даже не могу. Вчера мне тоже такую погрузили. Мне вчера погрузили одну такую и генератор. Ну, это оборудование какое-то. Это для чемпионата мира мы везем. Чемпионата мира? По футболу, который будет проходить в Саранске. Саранске? Да. Будет проходить чемпионат мира, ну, будут какие-то матчи. Это вот на стадион мы везем. Это генератор, значит. Называется Саранск-Арена. Это не генератор, это... Как-то они хлопушка, глашилка. Слушай, нам что его, грустно, будут строполить? А нет, они еще вот эти грузы. Я просто не пойму, это твое? Твое уже начинает? Уже, походу, под тебя начинают. Да, надо идти коронавщиком. Тебе надо идти разворачивать машину. Давай. Патрон не привез? А у вас же и был там один брусок. Я думаю, его хватит. А его, по-моему, отдали. Отдали? Че, у тебя зуб болит? Челюсть дали. Все. Готово. Не, готово это когда будет стоять уже эта херня у тебя в кузове. Тогда будет готово. Катушка по диаметрам. Сколько? Катушка небольшая. Длина. Не знаю, диаметр. Катушка по диаметрам вообще-то. Примерно. Да лонки. Катушка. Катушка километра в три. Да. Просчитывает, мы берем в роза. Я думаю, на в скорке как раз она. Вау. Так, можно и... Вот этой херней, что из Плэнтон, можно и разбить нахер еще тут что-нибудь. Да. Так, а кто ему показывает? Кто? Отходи. Точно не ты. Валя. А может заедем под нее? Нет, может просто проще это. Ну, а может через верх зайдешь? Ну, можно через верх. Можно, да, да. Да, а где урадий. Так, а может всю руки. Костя, давай, езжай! Ну что, Костяшкин, загрузили тебя? Я что-то употелся. Меня погрузили, сейчас затянули стяжкой. Вот такой вот у Костика груз, да? Охренеть. Слушай, ну у меня, почему она так туго-то? Ты же, например, 2,40. А у меня 2,45 по средним стойкам. Почему так длинно? Ну, видишь, во-первых, вверх торчит, да? У тебя низ шире, вот по бортам шире. Здесь уже уголки приварены, сверху приварены уголки. Вот этот... Слушай, кстати, вот эта дырочка от твоих бутовки, вот эти, помнишь? Какая? Ну, придется мне покормить тебя лишний раз бесплатно. Вот, так что сейчас Костик еще приколотит или притянет стяжкой. Сейчас ее так растяну, и она никуда не денется. Документы наши готовы, Константин. Отлично. Так что можем, в принципе, идти забирать. Отлично. Все, господа, вот так вот упаковали катушечку. Красиво, видите, провожили. Все дела. Сейчас она у нас никуда не денется. Стяжка рассчитана примерно одна на тонну. Катушка весит у нас примерно 607, максимум 700 килограмм. Две стяжки ее, я думаю, это будет гораздо достаточно. Причем и вертикально, и горизонтально. Ну и все. Так мы и поедем с Евгением в паре. Наконец-то рейс у нас выдался. Правда, когда грузили, сломали вот эту доску бедолажную. Она у меня была треснута, а теперь ее конкретно изломали. Но остальное вроде все целое. Так что документы берем и поехали. Как вы видите, у нас есть пломбочка, что нам очень хорошо. Все. Мы ее вставляем. Вот так вот аккуратненько тянем. Так вот. Все, пломбочка есть, номер есть. Все удачно. Да, Евгений. Давайте, наверное, на парище подгоняйте тачку. Я бы хотел, чтобы мы его с вами 9 мая по-человечески встретили. Я тоже так думаю. Все. На параде Победы. Документы. На руках? А? Вы как думаете? Я думаю, да. Так что давайте не будем тянуть кота за известное всем место. Паркуйтесь. И погнали. Всем привет. Вы на канале? Я хотел бы кое-что сказать, но лучше промолчу. Первый, первый. Я второй. Едем давайте. Движение на Саранск. Вот уже музыку включили. Очки на глазах. Погнали. 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 Так, а это мы уже на заправочке после Рязани. Газпром, Газпром. Так, заправляемся. Оп. Опа. Чик. Все. Солярочка пошла. Пошла наша родимая. Хорошо идет. Так, а там? А кто у нас там? А там у нас Евгений Олегович. Тоже на Газпром решил заправиться. Ребята, как вы наблюдаете? Пристегнулся. 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 Я навигатор включал? Да, да. Конечно. Ну давай по нему и поедем. Да, нам 400 километров осталось через 136 налево. Ну что скажу, шикарно, шикарно. А теперь, ребята, быстрая рубрика «Привет» хочу передать Анне Соколовской из города Копейска. Единственная девушка, наверное, которая смотрит мой канал. Аня, тебе привет. И еще одна девушка смотрит мой канал. Я точно знаю. Юля, тебе тоже привет. Чао-чао. И так, мужики, короче, мы на шиномонтажке. По дороге уже не бахнуло колесо заднее на прицепе. И мы застряли вот здесь. Сняли уже колесо. Константин, ну как обычно, компромат. Ха-ха-ха, конечно, конечно. Хорошо не среднее колесо сняли, да? Почему? Угу. Так вот. Ха-ха-ха-ха-ха. Как новые барбаны. Чуть-чуть еще в грязи только, правда. Чуть-чуть в грязи. Очень удачно, что бахнуло. Удачно, что у нас подъем на восемь. Да, на лентяи. Мы доехали сколько? Км 20 еще на нем проехали. На поднятом лентяи потихонечку. Подшипливаю только подушки. Ну, на пробу большая для них. А, понятно. Ну, конечно, сколько тонн-то ее. Ну, в принципе, мы удачно попали, потому что здесь еще ремонт тента есть. Сейчас вот Женя вот это все исправит, вот этот косяк. Может быть мне сейчас заморочиться эти приклепать сейчас. Кого? Ну, у меня идея, что я каждый раз с этого-то и от меня отваливаются. Я понял, у меня тоже отваливались. Смотри, у меня с этой стороны сколько? Иди. Покажу твоим подписчикам. И своим тоже, кстати. Да. Смотри, начинаем. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Двадцать. 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 До. Через одну, практически. Двадцать один с одной стороны. Ну слушай, а он тебе сейчас нормальный ценник за это клепает. Заклепненький? Конечно. Пойдем потрещим. А где далеко туда идти? Да ладно, вон прям. Бля, я в кафешку хочу, если честно. Сейчас я думаю, мы ему поставим машину и пойдем. А, ему туда надо ставить ее? Нет, вот он, сюда, за это. Пошли, тебе покажи. Бля, комары жрут. Все, короче, лето началось, нас атакуют комары. Пошли, пошли. С камерой пойдем. Или беспалево. Беспалево с камерой. Друг мой, ты где? Одно колечко сколько стоит прикрепать? На борт, на борт. А, скобу? Да. Бля, смоленская скоба. Вот такая. Непрямая. Вот такие еврики по 70. То есть, а есть такие квадратные. Нет, она у меня есть. Они у меня есть, мне просто их прикрепать надо. Тогда 51 хоть. 50 рублей одна, да? Это у меня 20. Это сколько получается? Ты косарь? Косарь. Это с одной только стороны. Тебе их до хуя надо? Да. Они у тебя свои? Да. Не пиздец. Нет, они целые. У меня просто клепки поваливались. Ну можно поговорить, если до хуя. Ну, у меня только с одной стороны 20. И с той стороны еще, я не знаю, штук 15, наверное. Ну смотри. Слушай, просто если дорого, я пойду куплю клепки и клепальник. Я начну клепать сам. Потому что они у тебя будут все время отлетать. А ты прикрепаешь, не будет отлетать? Будет все равно. Все равно будешь отлетать. У тебя мешок. В смысле, не мешок? Ну, у тебя либо будут отлетать скобы, либо будет резо взрывать. Влюбишься. Там одна какая-то хуйня. Когда, да, его качает. Он тебя весь хуярит вот так. И вот этот тент, нагрузка. Ну, ты здесь особенно перегибаешься, когда хуево где-то подъезжаешь. У тебя почему там вырвано? Потому что ты тем углом где-то, бляд, вот так, темно. Не, у меня там вырвано, потому что я такой угол торчал. И у меня вот так. Это я тент. Сейчас мне водитель выпрямил его вниз. А этот не сделает. Да, понятно. Ну ладно. У тебя скобы-то отрывают, потому что тент дергает. Короче, клепальник купи. Короче, клепальник надо с собой клепки возить. Да. Что вы, поверьте, уже с собой возил. Засверлил на крайнях, да? Да. Да, там такие, только это, знаешь, как он не. Никогда не клепаешь клепки отсюда. Только отсюда. Изнутри клепать. А я клепал на своем отсюда. И они у меня расклепались. Да, они у меня повылетали. Ну, что хули ты в алюминьку заклепаешь? Да, 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 да. Я еще думаю... Так, шляпай сквозь, блядь. Так, в общем, это какая клепка-то нужна длиной? Вот такая получается? Да, вот она за глаза десятка. Нахуя, вот на десятка клепаю. Вот тройка борта алюминия. Даже если тройка, ну, вон там двойка, вот такой. И вот сколько еще, блядь, на расклепку. Это даже длинного лада. Червяк будет сильно сочетать. Сейчас я точно ничего не заклепаю. Там будет десятка. И только изнутри. Их снаружи нельзя клепать. А я клепал, скажу. Я снаружи понял, что подкладываешь шайбочку нож. Ну, понятно, да. Это точно по размеру клепки наху шайбочку подкладываешь. И что? Потому что, ну, в алюминии нельзя клепать. Шайбочку подкладываешь. Ага. Если так клепаешь, отсюда ту шайбочку в размер клепки, ну, диаметром внутреннему обязательно. А, изнутри, да? Да, изнутри подставлять, чтобы шайбочка держала. Борт просто не держит нихуя. Я понял. Короче, заклепаешь. Да, заклепать буду сам. Самогольный прибор. Все снимает. Бургер, да? Конечно. Все, короче, с тебя клепальник. А что, у вас нет клепальника? У меня лично. Ну, там, на базе. Да на базе есть. О, ты что? Слушай, Костя, вот так они отлетают, и он имеет с собой, мне кажется, всегда лазить. Тоже верно. Потому что сколько с этой стороны... Он стоит 300 рублей, этот клепальник. Раз, два, два. Да, конечно, ты что? А, смотри. Вот. Они у тебя сгнили еще, видишь? Вот эти вот. Они у тебя от старости половина. С этой стороны вообще, смотри, куска нету. Смотри, от старости уже, видишь? Какого куска нету? Вот кускак этих... Ну, конечно, если прошли годы. Да, смотри, от старости. Просто тебе надо эти выбить и новые заклепать, и все. Слышишь? Они уже от сгнившие вот эти вот, от гнили. За это. У меня так же. Новый баллон. А это он внутрь, да, вот этой вот? Да, если что за ебичный жрет, хуи знает на нем, сколько нужно проехать. Ну да, у него там есть один и хуже этого. Ха-ха. Евгений, как вам сегодняшний наш ужин? Хорошо, что мой тренер не смотрит. Такие вот пельмени, которые на самом деле мы ожидали будет больше. Но, надеюсь, они дадут нам сил, бодрство. Мы насытимся как следует. Думаешь? Евгений, вряд ли. Ха-ха-ха. Не, может быть. Он же хомячец, все, ладно. Не-не-не, не выключай. Нет? Ты еще что-то хочешь добавить? Да, я хочу добавить то, что... Короче, мы сейчас с Костянчиком... Сделают мой тент. Я уже говорил. Я порвал еще в Ярославле. Вот. И мы, короче, попаем. Может быть, попозже где-то остановимся. Нам надо обязательно остановиться с собой в душ. Она резиновая и деревянная. И что мы остановимся? Нам надо тормознуться в душ. Там взять банку адреналинчика. 0,5-го. 0,5-го. Нам, в принципе, ехать осталось... 240. 240 километров. На часа, наверное, 4, да? Да. Вот. Это уже столкнут подписчикам, что мы хотим приехать пораньше? Нет еще. Так вот у нас выигрышка 10-го часа. И завтра затусить. Завтра будет 9-го мая. День Победы. И мы хотим с Костей затусить, короче, Соломское на День Победы. Ален, не смотри это видео. А расскажи, почему колесо застрелилось. Колесо застрелилось, потому что... На нем внутри была грыжа. Она вылезла буквально недавно. И я этого даже не заметил. Потому что, когда подводил тормоза, все было ровно. Здесь работал Сашка. И он тоже лазил, подводил тормоза, и он увидел про эту грыжу. Но сказать не забыл. Поэтому она застрелилась. Она застрелилась. Вот это колесо реально просто застрелилось. Ни крыло не улетело. Ничего вообще. Мы поставили Галину в булочку. Закосали вообще просто отстойную. Потому что здесь новой резины нет. В принципе, нам... Чего? Поэтому нам до автомагазина ехать. Ну, в принципе, колесо достойное. А вот в магазине... Ну вот давай, пускай твои подписчики напишут. Я, допустим, хочу поставить каму. Хороший выбор. Я бы тоже поставил. Подписчики, кто работает на фуру, посоветуйте, как вы можете поставить на прицеп, на обычный, который возит там до 20 тонн. Вот там 30 тонн я не вожу, 40 тонн не вожу, вот до 20 тонн. Вот какой поставить режиме, более-менее вроде как и по бюджету, чтобы была... Ну, не оглохнула, да? И чтобы была хорошая резина. А чтобы она на поворот, тогда почему меня не оставляла куски на асфальте. Слезы. Ну, не Китай только, наверное. Давай посмотрим. Хотя есть келька хорошая, надо знать. Пускай напишут, что и ребята. Да, ребят, напишите, пожалуйста. А еще у нас есть чайничек. Можно, да, его уже наливать? Уже можно. Он же уже поженатый. Ну, что-то он не поженился до конца. Нормально. Он, видимо, сам по себе такой. Вот это что такое за штучка, Евгений? Ты пробовал? А, ну мне нельзя такое. На самом деле она не острая. Но я рисковать не буду. Не рискуй, да. С твоим же устом. Ты молодежная какая-то, все больная, блядь. Я же, блядь, один там блогер есть, Тоже все, блядь, рыжая. У кого? Ну, недальнобочая. А что, у нас ложка одна чайная? Роза чайная, да. Дай мне ее тогда. Бери. Ну, мы вроде, вроде все сказали. Да? Ну, Батарейка кончается. Чем-то хейтит Костюм. Идите нахер. Блядь, я за него, потому что он дурак, блядь, культурный, интеллигентный. Не может вас спасать. Нахер идите, блядь. А почему я не могу? Ну, потому что ты их не посылаешь, не реально не посыл, блядь. Надо их вот, вот, блядь. Эй, ты хейтер, иди сюда. Да, это правда. Тех с половиной тонн. И до ста. Мы же не можем распределить, что, допустим, вот этот не платит, этот платит, понимаешь? О, ничего себе, видеосъемка. О, съемка пошла. На канале Джек Дальнобой. На канале, да, на канале. Так, ребятки, мы в городе Саранский. С нами еще один друг, мазист Феликс Саранский. Всем привет. В этот раз он называет правильно города, да? Да.